И как обещала, возвращаемся к биатлону. Все внимание болельщиков приковано в эти дни к жемчужине Сибири. Сегодня там второй соревновательный день чемпионата России, смешанные эстафеты. И радостная новость, у Тюменской области в копилке уже есть вторая медаль. В упорной борьбе серебро завоевали Виктория Сливко, которая вчера принесла золото в спринте, и Евгений Гараничев. Чемпионами стали атлеты из Санкт-Петербурга, бронза у наших соседей, спортсменов, которые представляют Свердловскую область. Кстати, завершилась уже и вторая эстафета. За гонкой на стадионе наблюдала моя коллега Мария Минухова. Она с нами на связи. Маш, привет. Делись результатами и скажи, есть ли у тюменцев третья медаль. Ксюша, привет. Золото чемпионата России по биатлону в смешанной эстафете отправляется в Беларусь. Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Никита Лобыстов выиграли эту гонку с одним штрафным кругом. Белорусы вообще очень удачно выступают на российских соревнованиях, на недавно завершившемся Кубке Союза Биатлонистов России в Уфе. Они выиграли практически все золото. Следом за ними финишировала сборная Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Этот регион представляли сразу же две команды. А тройку призеров замкнула Московская область. Мы же еще внимательно следили за второй командой Хмао Югры, потому что там бежала Кристина Резцова, лидер женской сборной России по биатлону. И Кристина сегодня бежала сразу же две гонки. Она пробежала первый этап. И давайте послушаем, что же Кристина сказала нам сразу же после завершения. Приняла решение. На самом деле меня спросили, какую сапету хочешь бежать. И сказала, хочу эту и другую. Ну, вроде сначала шутку было, а потом они такие, типа, ну хочешь беги. И я подумала, почему бы не попробовать. Всегда было желание сбегать две гонки в один день. Посмотреть, насколько это тяжело. И я думала, что на второй гонке будет тяжелее. Но, благо, я сегодня, у меня получилось распределить силы на все три круга. И финиш отработала, в принципе, очень довольна второй гонкой особенно. Завтра нас ждет небольшой перерыв. Но биатлон вернется в жемчужину Сибири 2 и 3 апреля. И зрители ждут самые зрелищные гонки. Спортсмены пробегут эстафеты и масс-старты. Прямую трансляцию смотрите на телеканале Тюменское время. Эти гонки для вас прокомментирует и Дмитрий Рубяков. Ксюша. Спасибо, Маша. Впереди еще два соревновательных дня. В субботу и воскресенье пройдут гонки. Ну а мы будем болеть за наших.